Привет! Известный факт. Русский язык один из самых сложных в мире, а русская литература одна из самых богатых. Да, наш язык живой, он постоянно развивается. Каждый день мы используем сотни правил, исключений и даже сами того не замечаем. Да, только вот когда впереди экзамены, это все звучит не так уж и классно. Давай попробуем разобраться, где конкретно тебе пригодится отличное знание родного языка. Продолжение грамматических отношений между наличиями и логатами. Начнем с более-менее очевидного. Может быть тебе будет интересно изучать культуру и особенности языка разных регионов России и стать филологом. И может быть ты даже попробуешь объяснить иностранцу значение фразы «руки не доходят, посмотри». Если тебе нравится писать сочинения, читать книги, выступать перед публикой, наверняка ты уже мечтал о таких профессиях, как актер, редактор, журналист или даже телеведущий. Здесь, как ни крути, красивый слог и правила русского языка станут базой для будущей карьеры. А теперь попробуем посмотреть чуть шире. Задумываешься о профессии в области медицины? Прекрасный выбор! Но при чем здесь русский язык? Да при том, что умело тут пользоваться нужно не только медицинскими приборами, но и словами для общения с пациентами и коллегами. А нейролингвисты, они и вовсе используют русский язык для изучения мозга. Кстати, не только медики, но и ученые из разных сфер пишут книги, научные статьи, защищают диссертации и выступают на конференциях. Как тут без языка? А как же у нас технические направления? Да, здесь кажется, что если книги, то, конечно же, электронные. А если правила, то это скорее формула. На самом деле, все больше специальностей стоят на стыке нескольких наук. Например, есть технические редакторы. И даже цифровые лингвисты, которые создают голосовых помощников и чат-ботов. А как ты научишь разговаривать искусственно и интеллект, если сам не знаешь язык? Ну что ж, подведем итог. Сегодня для тебя русский язык и литература – это просто школьные предметы. На самом же деле в жизни это невероятно полезные инструменты. И если грамотность поможет тебе верно доносить мысли, то литература научит тебя делать это ярко, интересно и увлекательно. Надеюсь, у меня это сегодня получилось.